Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами посмотрим годный реплей на М48 Паттон и не обычный, а зверь. И ему это действительно подходит. Бой начинается с того, что парень обращает на себя внимание союзников, мол типа поддержите меня пожалуйста и едет на линию СТЛТ. Ну в принципе куда ему и дорога-то по большому счету на данной карте. Стоит отметить, что Ваня прислал свой реплей и его реплей так или иначе все равно попал бы на канал, потому что действительно реплей годный. По результатам боя просто шикарные показатели результативности, но при этом Ваня еще и отправил донат, поэтому я решил, что справедливость МРАДИ будет поставить его реплей на канале раньше, чем реплей других игроков. Я думаю, что это абсолютно справедливо. Итак, наш герой подъезжает на линию ЛТСТ и начинает от горки отыгрывать. В принципе М48 обладает довольно хорошим точным орудием, довольно скорострельным и Ваня пытается этим пользоваться. Один раз промахивается, не успевает кинуть в Викерса, но второй раз оплошность не повторяется. И таким образом Ваня уже накидал 700 единиц урона. При этом он не получил ни одного пробития. Продолжает прожимать дальше это направление. Есть у него в поддержке легкий танк. Наконец-то средний танк тоже в принципе понимает, что стоит подъехать и помочь, что против ТТшек и ПТшек ему делать нечего. Он приезжает на помощь, но при этом все, ничего другого не делает, кроме как приехать, отхватить и начать потихоньку откатываться. При этом Ваня не растерялся и начинает преследовать своего соперника. Разбрасывает ему через каждые 6 секунд в корму и ТВП, нервно выбрасывая сигарету, расслабившись перед этим, начинает от Вани сваливать. Но, к сожалению, соперника, а не Вани, ничего у него не получается и Ваня делает свой первый фраг. При этом счет на данный момент по командам равный. 2-2 и ребята продолжают дальше бодаться. Ваня подтягивается дальше к тяжелым танкам и, пользуясь тем, что Т100ЛТ на себя отвлекает соперника на Т111, простите, 110Е5, подъезжает, гуслит его. И, обратите внимание, делает это не случайно, а специально, держа его на гусле, продолжает дальше, пользуясь своим шикарным КД, разбирать беднягу. Он ничего сделать в ответ не может, Ваня довольно качественно отыгрывает от башни и, обратите внимание, на данный момент у него нет ни одного пробития и при этом практически 700 единиц заблокированного урона. Ваня видит Бабаху, которая едет на помощь своему ТТ, отбрасывает в нее и, когда я смотрел данный реплей, только в этот момент я обратил внимание, что вся команда нашего героя слилась. И Ваня остается один, один из своей команды против четверых ребят. Полностью заряженная Бабаха, которая может снести половину хп просто с одного шота. Есть трехзарядный хэвик, да, пускай подраненный, но все-таки у него есть барабан. Ваня подъезжает, закидывает 382 и делает хэвикам шотным. Хэви думает, что долгая перезарядка сулит ему победу, но, к сожалению, к сожалению нашего врага в лице хэви, у М48 не настолько долгая перезарядка, как он надеялся. Таким образом, Ваня выкидывает одного товарища в ангар и пытается занять какую-нибудь позицию, в которой он сможет вкруговую обороняться. Проскакивает благодаря своей шикарной подвижности и довольно точному орудию, успевает еще и закинуть в Бабаху шот. Видит гриля и решает, что надо и тому тоже напомнить о своем присутствии. Также он видит шотного и его тоже убирает. Таким образом, Ваня остается один в два и даже в этой ситуации им стоит отметить, что два практически полностью заряженных хэпэ танка, ну да, окей, хорошо, не танк, а ПТшки, они в принципе Ваню-то разобрать должны. Но обратите внимание, как качественно он отыгрывает, он опять пытается загуслить. Он гуслит все-таки гриля, но делает это слишком поздно и гриль наносит ему шот. Но в целом Ване это не мешает отправить товарища в ангар и он остается один в один с Бабахой. Понятное дело, что у Бабахи километровая перезарядка и понятное дело, что 1470 хп, которые у Вани остаются, Бабаха не заберет с одного выстрела. И честно говоря, я бы наверное сейчас на месте Вани просто психанул, выехал, поймал бы один шот от Бабахи, ну а дальше бы попытался закрутить. С другой стороны, если Бабаха прижмется куда-нибудь к какому-нибудь камню и закрутить не получится, то так или иначе Бабаха все-таки имеет частично поворачивающуюся рубку, ну и соответственно может выцелить и вторым своим шотом выбросит Ваню в ангар. Соответственно Ваня решил подождать, как я понимаю, момента, чтобы Бабаха психанула, начала ехать в атаку, ну а дальше Ваня уже либо с горки упадет, либо с горки мимо гриля съедет. Короче говоря, каким-то образом пристроится к Бабахе, делает один шот, я не знаю был ли это промах специальный, для того чтобы показать, что он ушел на перезарядку или нет. Бабаха не ведется, не идет в атаку, Ваня выкатывается еще раз, делает шот, Бабаха дает ему в ответ и здесь, ребята, время начинает идти на секунды. Ваня гуслит Бабаху, но без пробития и как же мне было обидно, что именно так он попал. Жалко было, что не снял часть хп, Ваня продолжает бодаться, понимает, что сейчас Бабаха в принципе уже перезарядилась. Он вылазит, отхватывает шот на 975, у него остается всего 80 единиц хп, но Бабаха на перезарядке и понятное дело отправляется в ангар. Шикарный бой, шикарные результаты, 7550 нанесенного урона, как я уже сказал, даже если бы не донат от Вани, все равно данное видео попало бы на канал, пускай позже, но оно бы там однозначно было, потому что бой был просто шикарен. 7550 единиц нанесенного урона, 5 сделанных фрагов, из которых 4 он сделал, когда остался один из всей команды. За это все, ребят, Вань получает довольно-таки некислое вознаграждение. У него стоят, ой господи, стоят, у него пошли затраты на пополнение боекомплекта, на пополнение снаряжения, но при этом всем, ребят, за особое достижение медали ему было начислено целых 290 тысяч серебром. И просто кредитов было начислено 62 тысячи, таким образом, чистоганом за этот бой Ваня вывез 317 тысяч с половиной серебра. Это просто чума, одну треть ляма парень умудрился сделать за один бой. Он получил довольно некислое опыта, да, пускай свободки там совсем маловато капнуло, если бы он играл с бустерами, я вообще боюсь предположить, что бы сейчас там вот у него произошло по кредитам. Потому что если бы бустер кредитов еще был установлен, я думаю, что он бы вывез отсюда, ну, куда больше, я думаю, под 400 косарей точно бы смог забрать. Короче говоря, ребят, бой просто шикарен, и посмотрите на результат по команде. Наш герой занял первое место, он собрал реально столько, а то и больше, чем все ребята в его команде вместе взятые. Это просто чумовые результаты, с чем я поздравляю Ваню и очень благодарен ему, не только за то, что кинул донатик, а еще и за то, что прислал мне в коллекцию такой великолепный реплей. Ну а на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, вот таких вот боев и обязательно спокойствия. Пока-пока!